Преступления Гриндевальда Когда именно Гриндевальд получил бузинную палочку? В первой части, будучи в образе Грейвза, он использует другую волшебную палочку, иначе зрители бы вычислили его слишком быстро. Но в начале второго фильма мы видим, как Геллер в образе Абернати презентует конвоирам ларец, типа «Вот мы нашли его палочку. Где вы ее нашли?» Она вряд ли была у него при задержании. Если бы была, он бы использовал ее, когда началась открытая схватка, и оставаться в образе Грейвза уже не было необходимости. И тогда он потерял бы над ней контроль. Когда его скрутил Ньют, она бы перешла к зоологу. В преступлениях ларец, конечно, оказывается пуст, и палочка уже у Геллерта в образе Абернати. Тот ее просто достает из кармана, и это все, что получает зритель на тему истории обретения Грин-де-Вальдом одного из самых мощных артефактов магического мира. Из-за этого артефакта, напомним, его потом пытал и убил Воландеморт. Она просто уже здесь. Вы видели три секунды Геллерта в окне Григоровича в дарах смерти всего семь лет тому назад? Вам хватит. Наверное, так подумали авторы фильма. Почему в действиях Ньюта и Дамблдора так мало логики? К примеру, почему Ньют отказывается выслеживать Криденсы? Да, убивать его жестоко, но Обскури реально опасен, и может поубивать кучу народа, даже зверушек. Ньют мог бы попробовать найти его и не убивать, успокоить, скрыть от властей в чемодане. В первом фильме Ньют же бросился за Криденсом, чтобы спасти его от Грейвза и защитить город. Почему он не бросается спасать его от Гримсона? Почему он не чувствует за Криденса ответственности? Мы же ведь в ответе за тех, кого приручили. Ему внезапно просто нет дела до человека в опасности и назревающей беды. Гарри был куда моложе, когда взвалил на себя охоту за крестражами. Или вот Дамблдор. Почему он не может выйти на Криденса? Да, он не может дуэлить с Гриндевальдом, но это и не нужно. Ему в идеале и с Криденсом драться не обязательно, просто поговорить. В пакте о ненападении, заключенном между Альбусом и Гейлертом, не оговаривалось, что мы не вмешиваемся в дела друг друга и не говорим с людьми, которые интересны другому. Только то, что они с Гейлертом не могут атаковать друг друга. Вообще, пакт значительно все упрощает в плане отношений Гейлерта и Альбуса. Изначально все думали, что Дамблдор не может выступать против него, потому что не может быть объективен, слишком сочувствует злодею, которого некогда любил. Но нет, все дело в каком-то там пакте. Зачем в фильме Нагайна? Это обескуражило многих. Зачем вообще делать ее человеком, а не изначально змеей? Белый мужчина, сначала владелец цирка, затем Волан-де-Морт, владеет девушкой-азиаткой как питомцем. Хм, выглядит не слишком политкорректно, не так ли? С актрисой тоже странно немного. Нагайна – это имя из Рикити-Китави, поэтому ее так и зовут в нашем переводе. Хотя имя у Киплинга отличается. У него это именно Нагайна, а у Роулинг в оригинале Нагини. Нагини – это нага женского пола. Слово из санскрита в мифологии – это раса людей-змей, которые могли быть как полузмеями, так и превращаться в присмыкающиеся полностью. То есть слово преимущественно индийское. А вот персонаж у Роулинг получается из Индонезии, а актриса вообще из Южной Кореи. Но это все просто странности. Вопрос в другом. Что мы должны чувствовать к девушке? Сочувствие? Она же здесь вроде как положительный персонаж. Вот только потом вспоминаешь, что эта милая девочка десятилетия спустя нападет на отца Рона Уизли и убьет Северуса Снейпа. Как можно любить то, что убило персонажа Алана Рикмана? Зачем Роулинг состарила Минерву МакГонагал? Переписывание канона обсуждали уже много где, но камео МакГонагал – это особый случай. Дело в том, что до этого из книг о Поттере выходило, что Минерва начала преподавать в Фогвартсе гораздо позже. На момент преступлений в 1927 году она вообще еще не родилась. Роулинг и сама подтверждала теории фанатов о ее таймлайне. Теперь же она выкидывает все это в трубу ради двухсекундного камео, в котором лицо Минервы даже не показывают крупным планом. Фанаты, цепляясь за соломинку, решили, что это должна быть мать или бабушка Минервы. Но нет, в сценарии черным по белому написано «Молодая Минерва МакГонагал. Молодая, минус 8 лет от роду». Как белокожие волшебники относились к темнокожим волшебникам? Учитывая то, сколь важной темой для фильма становится классовое неравноправие маглов и магов, остальные нормы волшебного общества тоже становятся интересны. Угнетают ли белые маги чернокожих? Было ли рабство, помимо эльфийского, процветающего и по сей день? Если да, то как семья Юсуфа Кама, французского волшебника сенегальского происхождения, так высоко поднялась? Если нет, то почему черные маги не вмешивались в борьбу с магловским рабством? Как магическое общество смотрит на однополую любовь? И раз уж заговорили о равноправии и толерантности, еще до выхода фильма было известно, что в нем открыто не скажут, что Геллерд и Альбус были любовниками. Впрочем, их нежные рукопожатия в фильме и фраза Дамблдор «ближе, чем братья» намекала. Роллинг же сама писала вполне открыто. Альбус гей. Геллерда он любил, но тот не отвечал взаимностью. Но мы не знаем, как на геев смотрит общество волшебников, стыдился ли своих чувств Альбус, мучило ли его неприятие обществом его природы, противозаконно ли мужеложество, как в Магловской Британии и было, из-за чего пострадали Тьюринг, Уайлд и прочие, мы понятия этого не имеем. И почему, собственно, фильм не стал открыто называть Альбуса геем? Просто не особо понятно, почему в текущем американском климате Голливуд идет на такой шаг. Они, по идее, должны приветствовать ЛГБД-упоминания в фильмах. Голливуд же либеральный, он вполне мог хотеть надавить на это еще сильнее. Ясно, что фильм детский, но никаких поцелуев и постельных сцен тут никто и не просит. Они тут лишние, но просто называть утку уткой в диалоге можно было бы спокойно. Хотя, опять же, мы понятия не имеем, приходится ли Дамблдору скрывать свою ориентацию, чтобы его из учителей не выгнали. С кем путешествовал новорожденный Аурелиус, внезапный брат Альбуса Дамблдора? Это вряд ли были их с Дамблдором родители. Этот факт бы всплыл рано или поздно. Но кем бы ни был сопровождающий, он даже не попытался спасти своего младенца. И ведь, скорее всего, сопровождающий тоже был магом и мог бы попробовать спасти ребенка. С Аурелиусом вообще ничего не клеится. Что это за брат? Как он родился? Почему никто о нем не знал, включая Альбуса? Как он оказался на магловском корабле? И с кем таким плыл, что тот дал ему утонуть? Криденс, он же Аурелиус, это брат Альбуса, Аберфорта и Арианы? Геллер утверждает, что именно брат, а не просто родственник. Это может оказаться ложью, и Криденс окажется племянником или и вовсе седьмой водой на киселе. Либо же, по фанатской теории, он окажется сестрой. Обскур Арианы, переселившийся в него, сделал абсолютно левого парня, а может даже не мага, частично Арианы, поэтому Феникс и прилетает к Криденсу. Но пока фильм нас убеждает, что Криденс – это брат Альбуса, и надо исходить из этого. Только вот это рвет на части канон. Да и как вообще Альбус может не знать о брате? Допустим, это какой-то бастард, сводный брат, рожденный от измены одного из родителей. Но все равно это пахнет диким бразильским мылом и твистом ради твиста, который разносит в щепки весь канон. Почему Роулинг не сделала из Геллерта сложного злодея? Абсолютный злодей, то есть такое воплощение тьмы, у нас уже был, это Волан-де-Морт. На контрасте более вменяемый противник со своей правдой смотрелся бы интереснее. Злодей, которого можно понять и даже встать на его сторону. Причем писательница находит отличный способ. Геллерт показывает магам Вторую мировую, фашистов и атомный взрыв. Почему не сделать это центром персонажа? Он искренне хочет уберечь мир от миллионов жертв, он возмущен ужасами войны и тем, во что она превратила людей, на что заставила их идти. И поэтому он хочет сплотить магов под своим началом, скинуть трусливое и апатичное волшебное правительство и захватить контроль над миром. Чтобы не допустить войны, и может даже заботиться о людях в целом, лечить их, кормить голодающих и так далее. Но средства достижения этой цели у него все еще слишком безжалостные, да и чистолюбие, жажда власти очевидны. Поэтому наши герои и пытаются его остановить, но в глазах зрителя все уже не так однозначно. Вместо этого Роулинг тратит больше времени на демонстрацию его манипуляций, ухаживание за Криденсен и прочее. Делать из него своего Таноса, Киллмонгера или Дракулу из Кословании она не спешит почему-то. Чего Альбус Дамблдор будет ждать по 17 лет? Известно, что Альбус победил Гриндевальда в 1945 году, через 18 лет после событий второго фильма. Как объяснится этот временной разрыв? Да, впереди еще три картины с заголовком «Фантастические твари», но дело не в этом. Альбус что, не мог выследить Гейлерта, чтобы открыто с ним сразиться? Или он в 18 лет пытался разорвать тот самый пакт о ненападении? В общем, одни вопросы. И чтобы ответить на них, похоже, придется дождаться следующей части. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И заходите на канобу, там много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!